Три поверхи делового и культурного комплекса посольства Республики Беларусь в Российской Федерации и литерарно ни одного свободного метра Гомельскую область в Москве на этот раз выросли представить максимально полно от культурных особливостей до экономичных махтемыстей. Уреште, главная задача – знайти новых партнеров во всех сферах. Развитие межрегиональных союзов для Гомельщины за все это было приоритетным накерунком. Дни Гомельской области в Москве, реальная махтемость их поширением. Если даже посмотреть сегодня всем известный Гомсельмаш, то мы сегодня видим, что там только для производства этого комбайна тысячи поставщиков. И если посмотреть глубже, то 60% комплектующих этого комбайна – это Российская Федерация. Поэтому говорит о многом, что дает возможность сегодня развиваться нашим регионам. И мы сегодня стремимся делать все возможное, для того, чтобы эти связи укроплялись, для того, чтобы экономический потенциал совершенствовался. Для проведения перомов организаторы регионов Гомельской области в Москве подвели некольких помешканий, а лет часто с встречи проходили непосредственно калеострендов. Гомельский технопарк со своими московскими партнерами, супросовничая с 2008 года, а летиопер к этой относины повинны вывести на принципово новую уровень. Имеем четкую отраслевую специализацию, какие компании мы поддерживаем. И, кстати, компании в сфере информационных технологий подходят под эту стратегию. Поэтому гомельские компании, которые в Гомельском технопарке, именно в сфере информационных технологий, мы рассчитываем на то, что будем давать им возможность работать на российском рынке. И, соответственно, российские компании смогут пользоваться также услугами Гомельского технопарка. Сирот пропонуемых для суместной реализации инвестпроектов, подавництво щебневых заводов, организации вытворчества торфяных суместей для землеробства и кормовых добавок для живелого довли, створение предприемства по перепросовству лесных грибов и ягод на базе одного консервовых заводов. Сегодня эта дары природы для нас не больше, чем случайная сыровина, а при господарском подходе она может приносить куда больше значительные прибытки. Приезжая в Европу, в ту же Италию, мы видим белые грибы, которые по цене 5-7 евро, баночка 50-70 грамм стоят. А мы вывозим весь этот наш ценный продукт, вывозим в виде сырья, либо замороженные только, или в крайнем случае сушеные, и потом в том числе импортируем обратно, то есть сырье экспорт делаем в Беларусь уже в конечном продукте, который производится либо в Польше, либо еще в других странах. Свободная экономичная зона Гомель-Ратун на днях Гомельской области в Москве подписывает походнение супрационницы с Московской гандрово-промысловой палатой. Головная задача – взаимная потребность инвестиций. Причин для презентации СССР в российской столице задельничали не только уластные ресурсы, земное уособление космических технологий. Ненавито так представил себе робот, распроцованный московской фирмой «Альфа-Роботикс». Это робот, который зовут «Кики». Он распроцованный одной из московских компаний. На днях Гомельской области в Москве робот презентовал в максимальности свободной экономичной зоны Гомель-Ратун. Ведь мне даже корыстная речь, потому что робот может не только разговаривать, а и танцевать. У день-никой Дён Гомельской области в Москве кажут, что программа оказалась настолько насыщенной, что она вот экскурсии по российской столице провести не отрималась. У том, что Москва сдольная ураживать любого гостя, переконовать никого не треба, а лишь и задача делегации Гомельщины была совсем иншей. Развитие гонлево-экономичного и культурного супрациониста на основе взаимовыгодных интересов, после завершения мероприемств и подписания ЦРГ широкого погоднений, можно сказать, что поставленная мета досягнута. Крупные проекты, такие как в сфере нефтяной, металлургической, участвует российский капитал. И он не только с территории Москвы, Московской области, но и с крупных других городов, регионов Российской Федерации. И это говорит о том, что люди, бизнес не боятся укладывать средства, Беларусь не боится укладывать в экономику, потому что они действительно чувствуют себя на нашей земле, как своей земле и работают сегодня с нами, как своими людьми и братьями.